Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влоге канала Новый день. Влог был оригинальный, конечно, но хорошо то, что влог не был повтором влога Лены. Вот это очень хорошо. Оксана ходила с Юрой по магазину, но дальше у неё какие-то были свои дела. И вы знаете, нет дублирующего контента. Для канала Оксаны это прям то, что нужно. Ну и, конечно, сейчас поговорим обо всём этом поподробнее. Вы пока ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Как я уже и говорила, Оксана Вашанин вместе с Юрой. Юра, конечно, ведёт себя, ну не могу сказать, что странно, но оригинально, вот это 100%. Несёт он в руках перед собой корзину, вот эту самую магазинную. Говорит, эта корзина должна быть сегодня заполнена. Ну, думаю, наверное, аттракцион невиданной щедрости какой-то будет. Потому как, ну, мы все знаем прижимистость Юры. Но хочу сказать, забегая вперёд, что не было никакого аттракциона невиданной щедрости. Всё как всегда. Кое-как дно корзины было прикрыто уже хорошо. Хочет Юра понять, куда делалась гантель. Хотя нет, Юра сказал, гантеля, куда делась. Почему гантеля, а не гантель, для меня, конечно, загадка. И в прошлый раз, когда они ходили по облашиному рынку, искали гантелю, и Оксана говорила, гантеля куда-то исчезла. Ну и сейчас ситуация не изменилась. Гантель продолжает почему-то оставаться гантелью. Гантелей. И даже не знаю, как просклонять. И рюкзак какой-то тоже исчез у Юры. И, конечно же, беда-беда, огорчение. Как так? Как жить теперь без рюкзака? В общем, не квартира, а бермудский треугольник какой-то. Все у них там пропадает. Оксана ходит вслед за Юрой. Увидела она там достаточно красивые орхидеи. Действительно. Говорит, Юра, а ты не хочешь случайно купить мне орхидею? Думаю, нормально так. А Оксана сама себе не может купить орхидеи? Но Юра ответил, нет, у нас их и так много. Оксана говорит, да. И у нас все подоконники заставлены орхидеями. Так что, Юра, наверное, ты прав. Нам орхидеи не нужны. И вообще, чем меньше вещей в квартире, тем лучше. Я думаю, а что случилось? За одну секунду мнение свое изменило? Очень интересно. Ну, наверное, не без влияния Юры это произошло. Наверное, Юре не особо нравится, что Оксана то из какой-то поездки что-то привезет. Да, какой-нибудь сувенир, какую-нибудь беззалушку. То откуда-нибудь еще она принесет из какого-нибудь магазина. Что-то вроде вот такого вот. Никому, по сути, не нужного еще одного горшка орхидеи. Еще что-нибудь. И поэтому, да, Юра, наверное, решил теперь перейти на стиль минимализма в квартире. Кстати, вот интересно, вот эту вот рамочку с фотографией, которую Оксана из Объединенных Арабских Эмиратов привезла. Куда-нибудь Оксана все-таки смогла приткнуть в квартире? Или все-таки она сложила это все по типу винетки, да, вот это дело складывается, и куда-нибудь в один из чемоданов положила? Пусть там хранится. А в идеале, конечно, все отвезти на дачу. Весь хлам хранится у них на даче. Хотя, в принципе, вы знаете, на даче у них там книги. Книги достаточно неплохие. Но для этой семьи, я так понимаю, что все-таки книги – это хлам. Потому как, ну, никто их не читает. Хотя Лена говорила или Оксана, кто-то из них говорил, что все перечитали эти книги. Уже прям освободили место чуть ли не для новых книг. И новые вон там читают активно. Ну, опять же, незаметно по речи Лены и Оксаны, что они хотя бы раз в жизни открыли более-менее толковую книгу. Ну, вообще незаметно. Ну, а Юра, для того, чтобы подсластить вот эту вот горькую пилюлю, да, когда он сказал, нет, у нас так много орхидей, хватит. Ну, говорит, ты, Оксана, королева орхидей. Ну, Оксана, конечно, воспряла духом. И дальше пошла королева Ашан. И вот эта самая королева орхидей подошла к витрине с яйцами. И долго думали они, какие яйца лучше, те, которые побольше, покрупнее, или те, которые помельче, поменьше. В общем, пришли к выводу, что никакие не будут брать, потому как там были слишком мелкие. А Юра уверен, что лучше два больших яйца, чем три маленьких. Ну, вот вы знаете, я это оставлю без комментариев, вот выражение Юры. Потому как можно понять, конечно, это выражение двояко. И что в итоге взял тот самый Юра, который говорил, я хочу эту корзинку заполнить прямо доверху. Он взял огурцы солёные и лук. Ну, в принципе, всё. Ну, потом, чуть позже он возьмёт ещё, может быть, килограмм, может быть, полтора апельсина. Всё. Ну, какой был такой вот посыл? Я прямо эту всю корзинку заполню доверху. Ага. Но, тем не менее, Юра не забывает себя похвалить. Говорит, я сопли не жую. Я всегда нахожу выход из положения. Ну, да, нашёл выход из положения. Молодец. Не дал Оксане купить орхидеи. Сам не купил. Но зато, я же говорю, подсластил пилюлю. О, как ты королева орхидеи. У тебя и так всего достаточно. Ну, а вообще, мол, если ты хочешь прям вот хорошо разбираться в цветах, говорит Юра, тебе надо познакомиться с женщиной, которую называют цветочницей. Да, может быть, цветочницей? Нет, цветочницей. О, как. Ну, а аттракционные виды на щедрости всё-таки был. Небольшой, но был. Это было в тот момент, когда Юра предложил Оксане мороженое купить. Представляете, говорит, мороженое хочешь? Оксана тут же, не задумываясь, говорит, нет, мол, мы и так толстые, или я и так толстая, что-то в этом плане. Всё, Юра успокоился и больше он ничего не предлагал. Даже тогда, когда Оксана сообразила, что ляпнула ерунду, говорит, нет, я хочу мороженое. Юра на это уже, ну, никак не отреагировал правильно. Он сопли не жует. Раз спросил, ответили нет. Второй раз Юра предлагать не будет. И очень удивительно, что Оксана, зная эту черту характера Юры, как-то вот так опрометчиво отказалась от предложенного халявного, будем так говорить, мороженого. Ведь, я так понимаю, Юра собирался оплатить мороженое. Ведь у них раздельный бюджет, насколько я понимаю. Ну, вот так. В итоге Оксана осталась без мороженого и без орхидеи. Ну, вообще. Но зато её любимый мужчина назвал королевой. Да, королевой орхидеи. Но, тем не менее, королева. Взял Юра ещё апельсины для того, чтобы сок приготовить. И говорит Оксана, что апельсины, в принципе, тут у них продаются даже лучше, чем те, которые в Объединённых Арабских Эмиратах или в Таиланде. Ну, в принципе, что требовалось доказать. А вот она везла оттуда какие-то фрукты. И для чего она это делала, непонятно. Вообще непонятно это. Выяснилась одна интересная вещь. Оказывается, Оксана стирает свои вещи, используя хороший тайский кондиционер. Ну, а вещи Юры Оксана готова стирать вообще, в принципе, без всякого кондиционера. Ну, а если брать кондиционер, то какой-нибудь тот подойдёт, который не очень дорогой, который вот можно встретить в любом магазине. А свои вещи обязательно только используя хороший тайский кондиционер она стирает. Ну, такие вот высокие отношения, конечно. Конечно, Оксана оговорилась, мол, только рабочие вещи Юры она стирает с дешёвым кондиционером. Ну, неинтересно, а нерабочие вещи Юры, они заслуживают тайского кондиционера или всё-таки нет? Нет. Или Оксана покупала этот самый кондиционер в Таиланде за свои деньги, и поэтому теперь только свои вещи она будет стирать при помощи этого кондиционера. Перенюхала Оксана те кондиционеры, которые были в Ашане, и говорит, нет, ни один ей не понравился. Оксана в итоге говорит, я не буду ни один брать. Ты же знаешь, Юра, я экономист. Но вот всё-таки я думаю, надеюсь точнее, что Оксана шутит. Очень ей на это надеюсь, потому как Оксана должна знать разницу между экономией и экономикой. А хотя, наверное, не знает. Почему? Потому как на замечание Юры, кстати говоря, Оксана ответила, «Ну что ты со мной издеваешься?» Это было как раз в тот момент, когда Юра предложила Оксане познакомиться с цветошницей. Если Оксана не знает, что, правильно говорить, издеваться над кем-то, а не с кем-то, то, я думаю, всё-таки разницу между экономией и экономикой Оксана не знает. Было, кстати говоря, очень удивительно, что Оксана взяла землю для орхидеи, субстрат, и взяла она ещё и горшок для орхидеи. Но, я так понимаю, всё равно Оксана будет оплачивать всё это самостоятельно. Вряд ли Юра оплатит эту самую землю и этот самый горшок. Вряд ли. У них всё-таки раздельные бюджеты. Но обычно, даже когда Оксане чего-то очень сильно хотелось в магазине, она никогда ничего не брала вообще. А тут впервые я такое вижу, чтобы Оксана взяла то, что ей нужно. То ли в прошлый раз, когда она ходила и ничего не брала, она не взяла с собой деньги, то ли по какой-то другой причине. Но нет, Юра ходил, Юра покупал и Юра выбирал, соответственно. А Оксана ходила хвостиком за ним как-то абсолютно зря, я считаю. Тут ты посмотри, смелости набралась. Видите как? Взяла то, что ей нужно. Не побоялась гнева праведного. Молодец. Хотя, с одной стороны, с другой стороны, действительно, ведь она будет всё оплачивать. Поэтому Юре всё равно. Главное, чтобы не из его кармана оплачивалась эта земля и этот самый горшок. Юре по работе надо ехать в Тулу, предлагает ему, Оксана, с собой хотя бы бананы взять в дорогу на перекус. Он говорит, нет, я возьму твоё фото. И вот будет у меня в машине твоё фото. Оксана говорит, ну тогда я тоже должна твоё фото себе в машину как-то поместить. Ну, во-первых, Оксана, не твоя машина, допустим. Да, во-вторых, что это значит? Баш на баш. Но если тебе не хочется фотографию любимого человека где-нибудь разместить в своей машине, то не надо. А то, получается, вот он разместил, теперь вот я тоже как-то вот и обязана что ли это сделать. Не особо хочется, но вот раз так уже, то и я вынуждена это сделать. Не хочешь, не надо. Хотя выяснилось, что фотография Юры есть у Оксаны в кошельке. О, как высокие отношения у них, конечно. Я так полагаю, что в кошельке Юры фотографии Оксаны не наблюдается. Пришла Оксана домой и показывает нам подарок Юры на 8 марта. Говорит, вот такая вот футболочка хорошая, замечательная, такой плотный, достаточный материал. Говорит, ну, понятное дело, мол, я выбирала, а Юра оплачивал. Думаю, Оксана, а зачем тебе эта самая футболочка? Это раз. Почему я так спрашиваю? Потому как, ну, действительно, у Оксаны куча разных, всяких разных футболочек. Начиная от Василька и заканчивая садоводом. И, во-вторых, вот эту самую футболочку, по-моему, Оксана привезла из Объединенных Арабских Эмиратов. Если я не ошибаюсь, Оксана нам показывала ещё в номере отеля, если я правильно помню, вот эту вот футболочку. Ну, не знаю, возможно, я ошибаюсь. Но в любом случае, если Оксана говорит, она выбирала, то, да, не без присутствия Оксаны в магазине это всё происходило. А вот Юре можно заказать что-то без его присутствия где-нибудь на китайском сайте или привезти в них примере вещи. Как-то так. То есть, Оксана больше о себе заботится, чем о Юре. Ну, вот, да, действительно, она не думает о том, что китайские размеры отличаются от российских. И как-то надо думать о том, что, возможно, вещь может не подойти. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. А здесь, что она выбрала, она примерила. И только потом дала согласие на то, чтобы Юра эту вещь оплатил. Ну, как-то вот не совсем получается честно по отношению к Юре. Опять же, это моё мнение. Возможно, я не права. Пишите своё мнение в комментариях, как вы считаете. Ну, Оксана отправилась на маникюр. Говорит, вот сейчас я пройду мимо каруселей для того, чтобы на обратном пути сюда зайти. Оксана, ты понимаешь, что ты несёшь? Если ты сейчас мимо этих самых каруселей не пройдёшь, ты когда будешь идти уже из маникюрного салона, ты никак не сможешь этой дорогой пройти снова. Вот беда-беда какая. Вернулась она уже наконец-то с маникюра, показала нам обновлённый маникюр свой. Прошла с мамой гулять. И во время прогулки с мамой выяснилось, что мама в воскресенье уже будет сажать какие-то растения. Думаю, ну неужели так сильно потеплеет? Смотрю на Оксану. Оксана идёт в пуховике и в шапке. Я не думаю, что прям вот земля прогрелась, и там можно уже и копать ту землю, и всякие другие какие-то манипуляции проводить этой самой землёй. Мне кажется, всё-таки ещё рановато. Ну и проходит, понятное дело, Оксана мимо этих самых каруселей. Она же обещала на обратном пути пройти. И тут вот во время прогулки с мамой говорит, ой, карусели работают. Вон сколько сжирающих. Кого, Оксана? Сжирающих? Оксана, Оксана. Может быть, сжилающих, а не сжирающих. Ну, Оксана, конечно, на своей волне, как всегда. Говорит Антон, что она бульон сготовила. Да, сготовила она бульон. Как-то так по-деревенски так Оксана сготовила этот бульон. Ну и когда пришла домой, была счастлива, потому как Юра уже приехал из Тулы и привёз, понятное дело, тульские пряники. Вот Юра не может обойтись без того, чтобы не привезти эти самые пряники. И вот Оксана достаёт один пряник, говорит, одну. Одну. Думаю, что, одну прянику? Или как? Так, в общем, одну пряник он привёз для родителей Оксаны. Одну пряник. Или прянику. Я даже не знаю, как прослонять. Оксана, конечно, да, говорит крайне оригинально. Так вот. И ещё одну пряник Лене, Андрею и Ване. Понимаете? Оксана не может забыть про Андрея, не может не упомянуть его. Но пусть вскользь, пусть невозначай, пусть промежду прочим, но обязательно Оксана должна сказать, что вот в жизни Лены присутствует Андрей наряду с Ваней. Андрей там полноправный член семьи. Он принимает участие в воспитании ребёнка, ну и так далее. В жизни Лены, понятное дело, он занимает главенствующую роль. Ну, как-то так. Оксана обязательно должна прогнуться под Лену. Не без этого. Ну, а дальше было ещё интересно. Дальше Оксану понесло. Достает она из пакета, который вот Юра привёз из Тулы, пакетик сушёной маракуйи. И говорит, вот, намного вкуснее маракуйя, кто любит манго. Но не совсем вкуснее, но очень вкусно. Что Оксана хотела сказать, я так и не поняла. Ну, и Оксана, конечно, не может обойтись без того, чтобы себя любимую не похвалить. Говорит, приготовила на солянку, блины нажарила, ещё и на танцы успела сходить. О, какая хозяюшка, подумала я. Молодец. Хоть бы раз она нам показала, что она приготовила, как она это всё готовила. Нет, один-два раза всё-таки было, по-моему, да, но не более того. В основной своей массе мы только слышим о том, что Оксана приготовила и какая она молодец. А так что? На стриме мы видели, как Юра готовил какой-то там суп или что он там готовил, да? А что и как Оксана готовит? Мы, если видим, то вскользь и крайне редко. Покажи, Оксана, что ты готовишь, как ты готовишь. Ну, что-то вроде такого мастер-класса устроить. Это было бы интересно, во-первых, зрителям посмотреть, но, во-вторых, тебе какой-никакой контент. Ну, согласись. Так что, Оксана, ждём твоих кулинарных каких-то подвигов. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала Новый день. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok